Хочешь развиваться и ищешь пассивный доход? Покупай зарядную станцию в компании Автоинтерпрайз Ты инвестируешь 1000 долларов, при этом можешь заработать 100 и более долларов в месяц Покупай зарядную станцию, выбирай классное место, а мы поможем тебе все настроить Построй свою сеть зарядных станций и управляй ей с помощью смартфона с любой точки мира Больше подробностей узнай по телефону или на сайте автоинтерпрайз.com.ua Удачи! Здравствуйте, а что случилось у вас? В связи с чем? В связи с грабежом А мы только что проезжали... Скажите, а за что вас остановили? Просто так остановил, да? Молодец такой, да? Я увидел прицеп просто так Я только что проезжал знак стоп там, никакого перехвата нет, все нормально В смысле, стоп-контроль на поступку, ну да Так это план перехвата А что, в связи с планом перехвата можно нарушать? Что нарушать? Ну вы стоите посреди перекрестка, вы не знали же так нельзя? Батарея разряжается, из-за этого выключили проблеское А что, есть такой пункт правил, можно нарушать, если батарея разряжается? Нет, просто потом машину нельзя Потому что шо? Ну так шо, это дает вам... Так поставьте ее, если без нарушений Дело в том, что если будет с той стороны машины, так и выезжать Не понял, ну это нарушение, давайте это оформлять Ну да, соответственно Ну так давайте, вот кто это? Это водитель? Нет Ну а кто машину ставил? Ах, кто так Отъедь чуть-чуть, пожалуйста Сейчас, а лицо А фура шо? Ну я шо, фурик Ну так план перехват, это начинает его там кошмарить Ну ничего не кошмарить А за шо мужика остановили? Мужика за шо остановили? Здравствуйте Здравствуйте Вы с нарушением стоите? Нам так приходится стоять В смысле приходится? У нас план перехвата А план перехват не дает права нарушать правила дорожного движения? Что? Приходится, он где стоит В смысле приходится? Я говорю, что план перехват не дает права нарушать правила дорожного движения Но нам здесь удобнее просто смотреть Да мне тоже удобнее, но каждый раз, когда я остановлюсь удобно, мне подъезжает полиция и меня штрафуют Я говорю, мне так удобно стоять, они говорят, это не по правилам, нас не интересует Почему вы считаете, что вы можете нарушать? И вас штрафуют каждый раз, и каждый раз вы не долго становитесь Ну давайте вас оштрафуем, каждый, не каждый раз Ну вы с нарушением стоите Вы хотите, чтобы он переехал? Нет, я хочу, чтобы составили постановление на человека. Что значит легче? Вы полиция, вы зерейцы, вы подаете пример. Какой пример вы мне подаете? Хотите повторять. Я хочу, чтобы вы мне объяснили, как полиция, какой вы мне подаете пример. Нет, мы же вам объяснили, почему мне просто так состоит. Я еще раз объясняю. Для того, чтобы нарушать право дорожного движения, четкий есть регламент, как полиция это может делать. Что при этом надо делать? Мне вам объяснить? У нас на самом деле действительно весные причины. Я вам еще раз объясняю. Есть четкий регламент, веские причины. Когда у вас есть, вы для этого что делаете? Ну что вы делаете для того, чтобы отступить от норм права дорожного движения? Вы обнигалку, о чем говорите? Я не знаю, вы мне скажите, вы полиция, вы должны знать. Я знаю, что вы нарушаете... Вы меня спрашиваете, ну о чем лично вы хотите сказать. Не могу ее выключить обнигалку, потому что у меня просто сядет машина. Если сядет машина, поставьте ее без нарушений. Вы не имеете права нарушать. Вам не дает право ни один закон нарушать. Я в том, что если ее поставят, я тогда начинаю ответственность. Меня не интересует вот эти отмазки. Который переклад не дает право никому нарушать права дорожного движения. Не, ну на самом деле это не отмазка. Когда мы составляем постановление, кто встал машину? Кто машину парковал? Ну, вы можете сказать, кто из вас парковал так машину? Она сама сюда приехала, парканулась. Я думаю, мы, наверное, обойдемся как-нибудь без всяких постановлений. Нет, мы не обойдемся. Потому что вы не хотите признать свою вину. Почему? Я же сказал. Кто парковал машину? Сейчас. Это водитель Петру Павловича? Это он? Ну, все верно. Ну, мы говорили уже, почему мы не признаем свою вину? Мы вам просто объясняем, почему мы здесь. Я же так же самое сказал, что... Ну, давайте мы обойдемся без составляющих. Давайте нет. Потому что нет, я вам серьезно обойдемся. В смысле давайте обойдемся? Вы нарушили закон. Мы же не просто так, не по своей прихоти вы нарушили. Так я когда нарушаю, я тоже говорю, послушайте, у меня тоже обстоятельства. Мне негде было припарковаться. Полиция говорит, я не интересуюсь, что вам негде было припарковаться. Есть закон, вы должны его соблюдать. Вы нарушили право должного движения и понесли наказание. Почему вы не можете понести наказание, если вы нарушили закон? Потому что мы не по своей прихоти оснариваемся здесь. Его что, голос в голове вот сюда приводим? Ну, нет, естественно. Ну, правильно, он сознательно нарушил. Ну, в самом деле, смотри, он становится так, потому что так действительно удобно. Я говорю, что я всегда целюсь, так как мне удобно, но полиция почему-то мое удобство не разделяет, они говорят, это нарушение, ваше удобство нас не интересует, мне тоже удобно где-нибудь остановиться посреди дороги и стоять. Почему мы без мигалок стоим? Потому что вам денег включить. Мне лень включить. Моему лень включить, водителю лень включить, я не знаю, кому лень. Посмотрите, на улице такая погода, мы стоим на улице и просто выкрыли у нас машину, видите, заглушена. Что? Если у нас будут включены мигалки, она просто сядет. А что, если кто-то вас въезжает, то не вверху. Нет, давайте так, чтобы это не для широкого загала. Только лень бензина, все. Смотрите, вам выделяют, вам его выделяют? Да, выделяют. Но где он делается? Но вы же прекрасно знаете состояние наших гибридах, наших машин. Ну правда. Нам ездят еще до вечера, но мы не знаем. В смысле состояние? Вам дали новые машины. Посмотрите, машину есть, друзья. И вы мне рассказываете о состоянии ваших гибридах? Нет, нет. На самом деле, на самом деле, мы с вами просто включаем. Мы все понимаем. Чего? Парка вашего? Вы имеете совесть, вам купили новые Аутлендеры, новые Тойоты. То есть, я не понимаю, чем недовольны в этой машине? В машине я доволен. В чем проблема? Машина хорошая. Ты тоже как бы и из машины. Ой, уже хорошая машина. Машина еще. Я тоже не хочу. Я хочу просто составить пустого на водителя. И все. Вы, пожалуйста, сделайте, чтобы мы не ссорились. Вы просто берете, составляете постановление на него и все. И я еду. Вы убираете машину или включаете проблесковые маячки. Вы убираете для себя, что хотите. Скажите, пожалуйста, вы водитель автомобиля? Да. Вот этого Prius. А вы видели, что я был водителем? Я спрашиваю. Вы видели, что я был водителем? Да я говорю, спрашиваю, вы водитель этого Prius? Я говорю, что я видел. Я спрашиваю, вы водитель этого Prius? Нет. Не вы его парковались сегодня? Нет? То есть, кто-то из вас троих врет. Получается, да. Да, но сейчас будем выяснять. А? Давайте будем выяснять. Давайте. А что вас веселит? Ничего у меня не веселит. Меня тоже ничего не веселит. Вы видели, что ваша машина стоит с нарушением? Вы как сотрудник полиции обратили на это внимание? Не обратили. Не обратили внимания, да? У меня свои служебные обязанности. Правильно. А вы видели, что выполняете их с нарушением? Ну что ваш патрульный автомобиль нарушает право движения? Вы видели? Нет? Не, не заметили. Не заметили. То есть в своем глазу соринку мы не видим. Кто из вас врет? Ну кто из вас врет? Кто был водителем машины? Когда парковали ее? Кто был? Ну вы мне скажите. Ну вот вы полиция, стоите перед домом. Кто был водителем машины, когда ее парковал на островке безопасности? Он был водителем. Вы говорите, что он не бревал? Вы были водителем бревал? Ну какая разница? В смысле какая разница? Автомобиль стоял с нарушением. Да, его убрали. Да, я хочу наказать того человека, кто поставил его с нарушением. Ну. Что ну? Вы были водителем? Какая разница? Вы не понимаете русских слов? Я говорю, я хочу... Я вам объяснил, какая мне разница? Я хочу привлечь к административной ответственности водителя автомобиля, который поставил его с нарушением. Что непонятно? Хорошо, а каким образом вы будете привлечь? Знаете, а на какие-нибудь, да. А что? Вы называете композиторами? Зачем? Вот есть коллеги ваши, которые могут составить. В чем проблема? Они сотрудники прожития. Что? Вы были за рулем? Хорошо. Ну, допустим, я был. Так, допустим, или вы? Вы мне сказали 9 лет назад, что вы не были за рулем? Ну, допустим, я был. Вы были за рулем. Вы видели, что вы поставили автомобильство нарушения права дружного движения? Я его поставил в татчет с нарушением служебной обязанности. Отлично. Вам план перехода дает право нарушать права дружного движения? Вы право отступать. При каких действиях полиции? Что надо сделать, если вы отступаете от права дружного движения? Почему вы его не включили? Как есть, скажи, да еще. Я вам это сказал бы, но не на камере. Что если на камере не торгуется? Мы сами не торгуемся. Вы должны понять одно, что я хочу вас наказать. Потому что мне точно так же, как и вам, мне безразлично дорожное движение. Вы стали с нарушением. Я хочу, чтобы ваши коллеги вас привлекли к административной ответственности. Вы сознательно нарушили. Я сознательно нарушил, чтобы выполнять план перехвата. Да, но вам это не... План перехвата не дает право нарушать ПДД, и вы должны согласиться с этим. Да, я согласен, да. Не дает, правильно? Вы нарушили сознательно. Я сознательно поставил здесь автомобиль. С нарушением. Ну, с нарушением. Вы должны понести наказание, согласитесь. Хорошо, что дальше? Дальше со стороны административного материала. И вы дальше, в админной практике, поясняйте, в связи с чем вы сделали. Я просто напоминаю, что это было предоставлено. Будьте любезны. И даже при рассмотрении дела. Да, пожалуйста. При рассмотрении дела должны учитываться. Административное... Уже началось рассмотрение дела? Нет, нет. Будьте любезны, начните административное дело, я хочу в нем поучаствовать, как свидетель. А вы видели, что его сюда поставили? А зачем вы видели? Вы его поставили. Вот здесь коллеги, которые сказали, что это вы. Значит, видел, не видел. Мне для этого не обязательно видеть. Вы же не отрицательны. Андрей, подожди, нет. У нас разговор уже пошел не в том русле. В смысле не в том? Да, был за рулем, все верно. Поставили машину, но еще раз объясню. Поставили машину, потому что нас вы. Я не против. Мы можем его так формить? Смотрите, зачем? Это ничего не доказывает. Вы думаете, что мы просто так стоим? Ну правда. Я вам объяснил, по-моему, по кругу, что независимо от этого просто, не просто слушать правила дорожного движения нельзя. Ну я вам тоже объяснила, верно, почему мы здесь стоим и как. Вы, да, начинаете рассмотрение дела, либо вы отказываетесь. Это все, что меня интересует. Да или нет? На преображение, пожалуйста. А, да. Да, я хочу вынести постановление на инспектор. Вот у меня есть проставка. Если вы не думаете, что... На самом деле. С точки зрения закона обоснуйте мне. Давайте по человеку. Нет, давайте по закону. Почему? Потому что вы представитель закона. Ну и что? Вы с точки зрения закона обоснуйте мне, почему. Я сейчас не по своей приходи здесь стою, верно? Это не имеет значения. Я еще раз говорю, я граждан Украины, я закончу мысль. Я граждан Украины, который увидел нарушение права дорожного движения. Я подошел к вам. И я требую от вас, как от сотрудников полиции, принять меры и привлечь к ответственности нарушителя. Что в моих... Что нелогичное в моих потребованиях. Посмотрите, послуш許 вы подошли, мы говорили, мы убрали, да, машину. Все. Это не отменяет ваше нарушение? Это не отменяет этого? Не отменяет? Я понимаю, но у нас никто не отменяет этот перехват, вы понимаете? Да перехватывайте кого хотите. Пожалуйста, привлекайте данного сотрудника к ответственности, и кого хотите, привлекайте. Что смешного я рассказываю сейчас? Это вы меня не слышите. Я говорю, что я, граждан Украины, прошу вас выполнить норму закона. Вы мне говорите, давайте по-человечески. Причем здесь по-человечески, если есть нарушение закона. Ну как это причем? Я хочу, чтобы вы научились не по-человечески, а по закону действовать. По закону, потому что для вас человеческий режим включается только для избранных. Поэтому я хочу, чтобы вы привлекли своего коллегу к административному взысканию, что неясно. Все ясно. Будьте любезны, действуйте. Нет? Вы будете действовать? Пусть расценивается как бездействие. Нормально так. Ну как ненормально? Это ненормально с моей стороны. Ну так а почему тогда, если это ненормально с вашей стороны? Зачем тогда в полицию вы пошли, если вы не хотите действовать? Я хочу действовать. Так действуете? Ну это не та ситуация. Правда не та. С чего вы взяли, что вы решаете, та это или не та? Если есть заявитель. Я же на свою страху искал. То есть вы решили рискнуть и бездействовать, правильно я понимаю? В смысле какая ситуация? Ну какая такая ситуация? Почему вы считаете, что когда ваш коллега нарушает, это можно спустить на тормозах, а когда кто-то другой его надо оформить? С чего вы решили, что вы бог и царь на трассе? Я это не решал, я этого не говорю. Почему тогда вы показательно коллег своих не наказываете, а простого автолюбителя вы наказываете? Что дедушка тебе сделал вот с этим, с прицепом, который ты остановил? Он что-то нарушил. Просто вы думаете, что вы поулыбаетесь, этим все закончится? И Саша такой, уедет? Да нет, все нормально, я на свое смотрение, ха-ха, хи-хи. Это уже два часа, ну какие могут быть унипки? Заведите машину, включите маячки и поставьте. Что вы не можете, завести машину? Перед этим, ну вы уже спрашивали, я вам объяснила. Я не могу понять, что без нарушения нельзя стать нигде здесь? Можно, все, уже стоим. Почему до этого не стояли? Вы себя возомнили? Ну нам так удобнее стоять, ну как нам вообще машину стоять? Я вам объяснил, мне тоже удобнее стоять, но полиции не нравится так, как я стою. Ну у нас немножко другие, наверное. Чего вы, вы не можете понять, вы не можете в своей голове одну вещь уяснить, что вы абсолютно никак не можете отступать от правила, так же, как и я. Вам четко говорит закон, как можно это делать. Все верно. Ну почему вы это? Я здесь с вами согласна. У вас есть полномочия, вы можете ими пользоваться, в отличие от меня. Вы не считаете, что вы немножко похожи на старых гаишников, когда такое заявляете? Когда вы говорите людям, что я считаю, что я, наверное, в этой ситуации лучше буду бездействовать. Класс. Вы же можете принять свои меры. Слушайте, конечно, я могу. Смотрите, мне не надо все это делать уже давным-давно по одной простой причине. Мне важно вас показывать такими, какими вы есть людям, чтобы они понимали, с кем они имеют дело. И это есть гораздо печальнее, чем ваш что мониторинг. Мониторинг такой же, как и вы. Точно такие же. То же самое мне будут рассказывать. Мне не надо это. Мне надо, чтобы вас видел народ и понимал реально, что нет никакой реформы, нет никаких изменений. Что люди, которые мы брали с горячими глазами, которые Аваков презентовал нам, превратились в тех, кого мы меняли. Смотрите, вы вряд ли мы с глазами. И считайте это нормальным. И говорите так, что так все водители так делают. Классно, да? Классно смешно. Ну пусть посмотрим, она вас порадует. Поехали. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok